Доброе утро! В эфире программа Вести Ульяновск в студии Елены Тимонина. И коротко о главном. Педколлектив – это движущая сила, ученики и выпускники – повод для гордости. Ульяновская школа номер 6 отметила свое 80-летие. Выдающихся спортсменов поддержит финансово. В регионе вступило в силу уникальное постановление. Исторические квесты, химические опыты и не только. Как в регионе готовятся к фестивалю науки, расскажем в выпуске. Взгляд в будущее. Фестиваль науки пройдет в Ульяновской области. Мероприятие состоится в восьмой раз и будет базироваться на площадках СУЗов, ВУЗов, исследовательских центров, академических учреждений и научно-производственных предприятий. Пора длиться события неделю с 5 по 11 февраля. Для участников фестиваля пройдут конкурсы, дискуссионные площадки, лекции ученых, а также научные и студенческие шоу. В этом году ульяновских школьников, например, ждут интерактивные квесты на базе университетов. Здесь для прохождения испытания ребятне понадобятся основные школьные элементарные знания. При подготовке именно квеста для школьной аудитории мы, конечно же, основывались на тех темах, которые на данный момент им наиболее интересны и актуальны. Участникам предложат пройти химические опыты, наблюдать оптические явления, использовать свои знания для восстановления хронологии исторических событий родного края. Также программа насыщена научными конференциями, как студенческими, так и конференциями профессорско-преподавательского состава. Их тематика очень тоже разнообразна. Это гуманитарные, естественные, технические науки. Есть конференции регионального масштаба, но есть и международные. К нам приедут, в частности, коллеги из Франции и Германии. 8 февраля пройдет награждение 40 ученых в рамках празднования Дня Российской науки. Ульяновская область присоединится к реализации общественно-значимого окружного проекта «Герой Отечества», который запущен по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Привожском федеральном округе Михаила Бабича. В рамках реализации проекта выберут лучший школьный музей. Эта номинация посвящена увековечиванию памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигах. Ученики 4-го класса средней школы номер 31 внимательно изучают боевые листы времен Великой Отечественной войны и отвечают на важные вопросы – кто, когда и зачем их создал. По примеру реальных боевых листов ребята создают свои, уже листы информационные – плакаты про героев войны наших земляков. Я хочу рассказать про Геннадия Петровича Корюкина. Это герой Советского Союза. Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось только 17 лет. Но он не сдавался и пошел в училище и закончил на отличную танковую бригаду. Подвиг нашего героя Александра Монтросова заключается в том, что он закрыл своим телом пулемет, чтобы спасти своих товарищей. Проект «Сохрани свою историю» помогает передать от поколения поколению память о бульяновцах, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой своих потомков. Проект проводится в 11-й раз. Эта работа связана с поиском новых имен, работой с архивами, открытием новых стендов. Почтить память тех, кто не дожил до победы, кто подарил нам мирную жизнь. Приобщить ребят гордым и горьким страницам нашей истории. Ну и чтобы память все-таки продолжалась. Музей героев Свери, где проходит урок – один из самых старых музеев в Ульяновской области. Открыт он был в далеком 1967 году. Сейчас в регионе работает 404 школьных музея. Из них 85 музейных комнат, 60 военно-исторических музеев. Практически в каждом есть уголок боевой славы. В феврале этого года будет дан старт осмотру школьных музеев. Этот проект целиком и полностью направлен на воспитание чувства патриотизма, гордости за свою малую родину. Потому что на нашей территории было сформировано 10 дивизий, которые впоследствии ушли на фронт. Итоги будут подведены в конце апреля, накануне очередной годовщины победы. После конкурсного отбора, который пройдет на региональном уровне, авторы лучших работ примут участие в финальном очном окружном этапе. Победители и призеры в День Героя Отечества будут отмечены дипломами, памятными знаками и денежным поощрением, сертификатом на приобретение оборудования от 50 до 100 тысяч рублей. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Отметили столетие Рязанского военного училища ВДВ и отправились в путь. Накануне ульяновцы приветствовали участников лыжного похода десантников, посвященного юбилею десантного училища. В парке Маргелово на торжественном митинге первые лица и ветераны области поприветствовали команду. Столетние юбилеи не просто очередная дата в календаре, не просто красивое число для некоторых из вас, это еще и вызов, повод проявить себя. И сегодня на базе биатлонного центра «Заря» будет дан старт масштабному испытанию силы и духа. И лучшие из лучших в честь 100-летних юбилеев отправится в сверхдальный лыжный переход до Рязани. В честь события десантники устроили для гостей показательные выступления и концерт своей группы. Жителям города показали также выставку с новейшими образцами оружия, техники и различной экипировки. Желающих накормили горячей кашей и чаем с полевой кухней. Ну а сегодня в 10 российских городах одновременно будет дан старт этому сверхдальнему лыжному броску. Общая протяженность его для всех команд составит 7,5 тысяч километров, а финал у всех один в Рязани. Ульяновский отряд преодолеет 700 километров. Лыжня пройдет через Саранск, Шацк и Сасово. В этих городах десантники покажут мастерство рукопашного боя и владение оружием, расскажут местному населению о службе в ВДВ. Многие ребята желают поступать в военное училище наше в Рязанское, поэтому офицеры, сержанты и солдаты более подробно на местах уже будут рассказывать про училище, про воздушно-десантные войска, про эту значимость, которую мы будем проводить. Чемпионка Европы по кикбоксингу получила звание заслуженного мастера спорта страны. На арене Старого Света Лилию Шарапову наградили золотом. А Ульяновский регион поддержит выдающуюся спортсменку финансово. В этом году она начнет получать ежемесячные выплаты. В регионе действует уникальное постановление. Согласно ему, денежную поддержку в регионе только сейчас получают около 300 звезд спорта. Подробности в нашем следующем материале. Как раз это тот самый стенд, где информация о том, что последний бой, о том я провела, это финальный бой, моя соперница, после которой я собрала золото чемпионата Европы между своим тренером. Золото чемпионата Европы принесло ей еще и звание заслуженного мастера спорта страны. К этому титулу Лилия Шарапова шла 20 лет. Свой первый чемпионский кубок по кикбоксингу выиграла в далеком 98-м. Затем были победы на внутрироссийской арене. В копилке еще серебряная медаль чемпионата мира, а в памяти бокс с соперницей весом в два раза больше ее собственного. Тот золотой бой на чемпионате Старого Света закрыл для Лилии спортивную карьеру. На арене теперь она наставник и тренер. Плать контакт за счет передвижения, ребята. За счет передвижения на ногу вперед-назад, влево-влево и поточнее. Ученики дают повод для гордости, а регион поддерживает заслуженного мастера спорта финансово. У нас в Ульяновской области имеют такие поощрительные выплаты, выплаты, премии. Конечно, это очень приятно, очень хорошо, потому что, насколько я знаю, не во всех регионах это есть. Спорт высших достижений – это очень тяжело, затруднительно, на это нужно очень много средств. Какая-то небольшая помощь, конечно, это помощь ребятам. То есть это нужно купить и витамины, и какие-то препараты, чтобы себя как-то содержать и выступать на высоком уровне. За продвижение 73-го региона на спортивной арене дополнительная финансовая поддержка ежегодно в областной казне на это закладывают порядка 25 миллионов рублей. Это не только единовременные выплаты олимпийским чемпионам, но и ежемесячная финансовая поддержка. В регионе действует уникальное постановление. Я могу сказать реакцию, просто были все удивлены тем, что в Ульяновске существует такое постановление, которое затрагивает все категории спортсменов, начиная от юных действующих спортсменов от наших звездочек до выдающих спортсменов, в том числе и ветеранов спорта, которые имеют выдающие заслуги перед Ульяновской области. А это около 300 человек. Главная задача – привлечь молодое поколение на спортивные площадки. Финансовую помощь получают и заслуженные ветераны, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В профильном министерстве планируют дополнить уже действующие постановления. Выдающиеся спортсмены, возможно, совсем скоро будут получать еще и субсидии на приобретение жилья. Кристина Агафонова и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. В Ульяновской области будет усилена работа с молодыми инвалидами. Как именно, губернатор Сергей Морозов обсудил на встрече с представителями общественных организаций и родителями молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Три месяца назад в Заболжском районе открылся центр по работе с молодыми инвалидами «Новый шаг». Это отделение Засвияжского реабилитационного центра подсолнух. Здесь помогают в творческом развитии трудотерапией. Работает психолог, а также различные клубные направления. Клуб литературного чтения «Свеча». Мы ребят подводим к тому, что нужно возвращаться к книгам, мы их убираем от компьютеров, тем самым развиваются коммуникативные навыки, они начинают читать и начинают общаться. Также работает школа движений, это специалист по физической культуре. Занимается с ребятами адаптивными формами и видами спорта, такими как бочи, настольный теннис, шашки, шахматы. В центре планируют открыть и новые направления. От молодых людей, которые здесь занимаются, их родители уже поступают заявки. Например, Лариса Тодорова предложила раскрывать новые грани молодых талантов в творчестве. Мы хотим открыть музыкально-театральную студию на этой площади. Мы хотим, чтобы наши ребята участвовали во всех конкурсах. Они у нас и так очень творческие, развитые. И сейчас мы хотим только то, чтобы центр развивался и в него приходило как можно больше молодых людей, чтобы они не оставались дома в четырех стенах, не зацикливались на своих проблемах. На сегодня новый шаг посещают 44 молодых инвалида, проживающих в Заволжье и прилегающих к нему населенных пунктах в разы больше. На встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и с представителями различных общественных организаций в центр приехал глава нашего региона Сергей Морозов. У нас тогда в целом, так сказать, ничего не получится. Вот если мы в свое время занялись и очень активно начали развивать подсолнух, у нас тогда появился полноценный подсолнух. У нас и пристрой появился, и все остальное появилось. А если бы мы тогда не стали бы заниматься им, то они остались бы, так сказать, в этих стесненных условиях, и никакого удовольствия никто бы не получил. Слава Богу, мы там развили. Значит, вторым этапом сейчас должны развить вот то, что сегодня уже у нас есть. Вот замечательное помещение, часть замечательного коллектива, а самое главное, так сказать, огромное количество людей, которые ждут от нас вот этой помощи. Специалист по соц. работе, там пол, ставьте, там руководитель, ФВ, что такое? Физическое. Физическое. Тем более, он должен быть адаптационщик, специальный человек. Что это такое? Коллеги, так это, знаете, нельзя быть наполовину беременна. Я вот как раз завтра уеду в командировку, так сказать, в воскресенье, рано утром вернусь в 4 утра. Поэтому в воскресенье у меня должно быть, как мы увеличим здесь штатную численность, и раз так, то и, конечно, финансирование. И второе, как мы приобретем все, что необходимо для развития материально-технической базы. Здесь планируют открыть фотостудию, а также ту самую музыкально-театральную студию, о которой так мечтают молодые люди, посещающие центр «Новый шаг». Любовь Фомичева, Алла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. 80 лет истории, которые подарили Ульяновску области и стране немало достойных граждан, настоящих патриотов. Свой юбилей отметила школа номер 6. Носит она имя педагога и просвидителя Ильи Николаевича Ульянова. Чем она живет сегодня и как изменится ее жизнь после этой памятной даты, узнаете из нашего материала. Сегодня шестая школа имени Ильи Николаевича Ульянова продолжает добрые традиции, заложенные целыми поколениями педагогов и учеников. Главной движущей силой является ее педколлектив. Здесь трудятся настоящие профессионалы, влюбленные в свое дело. Татьяна Сергеевна, например, работает здесь с 1989 года. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Я пришла в эту школу, услышала, как учителя обращаются с детьми между собой, и я поняла, это моя школа. Школа, где любят детей, это моя школа. Когда человек понимает, что он нужен, он развивается. Дух школы сохранился? Да. Гордится школой своими воспитанниками. Среди них актеры Денис Юченков, Денис Вирягин, Денис Береснев, президент УЛГУ Юрий Полянсков, директор крупной IT-компании Николай Фитюхин и многократный призер всероссийских соревнований по кикбоксингу Владислав Сулюков. Есть и те, кто заслужил признание и сегодня участь в школе. Например, действующий избранный президент школы номер 6. Он, как и другие ученики, особо отмечает качество образования. Школа дает широкие возможности, особенно у нас. У нас есть профильные классы, это социально-гуманитарный класс и класс IT-профиля. Я очень доволен обучением здесь, я очень горжусь тем, что я учусь в этой школе, являюсь ее учеником. Наши учителя легко доносят до нас материал, они повышают интерес к предметам. Акцент здесь делают не только на сохранении достижений прошлого, но и на постоянном развитии и движении вперед. Появляются новые профили, новые специализации и классы. Вместе с нашим постоянным социальным партнером Ульяновским государственным университетом мы открыли лицейский класс, IT-класс и социально-гуманитарный класс. Кроме того, у нас есть еще один социальный партнер, это техникум питания и торговли, с которым мы реализуем региональный проект «Профессиональные пробы». Кроме того, в этом году уже, в учебном году, мы планируем запустить вместе с областным детским технопарком кванториум на базе нашей школы и открыть современные цифровые лаборатории. Поможет в этом и подарок, который в день рождения школы передал ей еще один выпускник, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Мы, безусловно, от всей души подарили сертификат на приобретение современного оборудования, научного оборудования, лабораторного оборудования, для того, чтобы дети имели возможность познавать науку, познавать новое, используя самые современные технологии. На торжественной линейке юбиляры принимали поздравления от первых лиц города и области. педагогов, учеников и выпускников звучали как пожелания дальнейших успехов, так и слова благодарности от тех, кто этого успеха уже добился. И не это ли лучшее, что могут видеть и слышать сами учителя? Елена Тимонина, Антон Никитин, Вести, Ульяновск. На этом у меня пока все. Оставайтесь с нами на канале Россия 1.